12.06 в Кирове. Программа «Дневной разворот» в эфире. В студии Анна Лапшина. Я приветствую слушателей. Ну, новости все застали, да, все слышали о том, что ситуация с коронавирусом в России усложняется, и мы сегодня в очередной раз будем говорить о влиянии коронавируса на нашу жизнь. Но говорить сегодня будем с такой профессиональной точки зрения. Мы с юридическими организациями делали уже серию эфиров о том, насколько усложнилась их работа. А вот сейчас будем подводить итоги этого непростого года с нашими гостями Игорь Смирнов, генеральный директор, консультант Киров, это региональный информационный центр «Консультант плюс» Кировской области. Добрый день, друзья. И Наталья Костин, руководитель уголовной практики Кировского филиала Московской коллегии адвокатов, Яковлев и партнер, член Ассоциации юристов России. Здравствуйте. Да, добрый день. Встречаемся мы в преддверии профессионального праздника Дня юриста, который, напомню, отмечается 3 декабря. И это действительно праздник для юридического сообщества. Он очень важен. Традиционно к этой дате в нашем городе подводили итоги профильных конкурсов, отмечали работу лучших юристов региона. Это событие, безусловно, состоится и в этом году, но как мы ближе к концу программы поговорим. А сейчас все-таки о более практических вещах. Ну, во-первых, этот год стал очень непростым для всех нас, в том числе и для юристов. Прежде всего потому, что пришлось перестраивать работу из-за всевозможных ограничений, появились новые запросы у бизнеса из-за оперативно вносимых каких-то поправок в законодательство, требований к работодателям и прочего. Игорь, не могли бы вы рассказать на старте этой истории, можно было предполагать вообще, чем все обернется и чем закончится? Насколько серьезными были сложности, с которыми пришлось столкнуться юристам? 20-й год начался, как бы не предвещая ничего плохого. Мы смотрели картинки из Китая, слушали о том, что там происходит, но вот я, честно, не мог предположить о том, что это развернется в такую, в кавычках, интересную жизнь. На самом деле, когда 30 марта президент объявил о нерабочих днях, для меня, как руководителя компании, это вызвало определенные вопросы. Ну и с юридической точки зрения, каким образом этих людей отправить, как бы не работать, как платить, как эти вещи оформлять, вопросов возникло очень большое количество. Реально, начиная вот с этого времени, бизнесу стало очень трудно. Многие вопросы пришлось решать практически на ходу. И юристы в данном случае как раз и должны были все грамотно сформулировать, все грамотно дать руководителю предприятия для того, чтобы компания могла работать. Раньше форс-мажор мы использовали просто в должностных и в трудовом договоре на предприятии, как формулировка «решаем форс-мажоры так-то и так-то», а решали спокойно, нормально рабочие вещи. Сейчас фраза «форс-мажор» вылезла и стала иногда одним из ключевых вопросов, которые использует руководитель в компании. Дай бог, чтобы до этого не доходило. И реально юристы в 2020 году работали очень много. Если смотреть правде в глаза, реально юристы – это медики сегодняшнего бизнеса. Потому что они помогают сохранить компанию, получить меры поддержки от правительства, получить разъяснение в законах. Юридическая отрасль очень достойно справляется с этим. Ну, мы о том, с какими вопросами к вам обращались, более конкретно поговорим попозже. Я бы хотела у Натальи спросить, вы как практикующий юрист наверняка подтвердите, пришлось непросто, начиная с масок и переноса заседаний судебных, я помню, на старте мы об этом говорили, новых запросов клиентов, которые приходилось решать. Ну вот да, если мы в 2019 году все были юристы, то в 2020 году мы все супер-юристы. Потому что работать в масках и в перчатках по несколько часов в процессе, хорошо, если процесс полчаса идёт, это нормально, можно потерпеть. Но работать несколько часов, перелистывать документы в перчатках, ну, достаточно сложно. Вот, поэтому основная сложность это соблюдение перчаточно-масочного режима. Это если мы говорим непосредственно о присутствии в суде, да, в заседании? О присутствии в суде, да. То есть какие особенности проведения судебных процессов в 2020 году? Это прежде всего мы используем видеоконференц-связь, которая, к сожалению, качество, которое иногда оставляет желат лучшего, да. Да, арбитражные суды молодцы, они внедрили онлайн-заседание. Это просто ноу-хау. Не уходя с рабочего места, прямо со своего персонального компьютера, мы выходим в заседание, прекрасно видим, слышим стороны. Возникает вопрос только по представлению документов в суду, да, по их исследованию. Как их передать? В целом, конечно, да, онлайн-заседания, они упрощают работу, экономят нам время, в частности, на дорогу. Ну и, безусловно, сокращают количество посетителей в суде, чем предотвращают распространение коронавирусной инфекции. В целом, мы считаем, это положительный момент для работы. Что касается непосредственно работы адвокатов, то есть производства по уголовным делам, то здесь ничего не изменилось. Правоохранительные органы в 2020 году свою работу не приостанавливали. Как у нас все следственные иные мероприятия проходили, так они и проходят. Возможность онлайн-заседаний или заседаний с использованием видеоконференц-связи по уголовным делам в первой инстанции отсутствует. Поэтому мы, как и раньше, очень присутствуем в залах судебных заседаний. А ваши контакты с вашими доверителями, они как-то изменились? С точки зрения соблюдения мер безопасности. Я просто знаю, что в некоторых учреждениях сложно довольно попасть. Где-то карантин, где-то еще что-то. С доверителями мы, в принципе, минимизировали общение. То есть посредством электронной почты, телефонной связи. Но вот я говорю, когда конкретно по уголовному делу оказываешь помощь клиенту, мы, конечно, соблюдаем дистанцию полтора метра, но устную консультацию дать на дистанции полтора метра в условиях конфиденциальности практически невозможно. А в процессе вообще нереально, я насколько понимаю, как? Вы же не можете встречать на весь зал? То есть мы все равно приближаемся друг к другу. Так, ну вот эта вот история, которая связана непосредственно с контактом, да, между доверителем, клиентом и юристом. Вот история, которая с запросами бизнеса связана. Вы уже коснулись, Игорь, вот этой вот темы, да, с какими запросами к вам обращались? С чем они были связаны в первую очередь? Вот, ну, начали, да, даже юристы не понимали на старте этого всего, как оформлять вообще вот эти вот рабочие и нерабочие дни, да, как реагировать на изменения в законодательстве быстро? Реально, на самом деле, с момента начала карантинных мероприятий вопросы правильного оформления всех документов встают очень и очень серьезно. Здесь, на самом деле, от юристов требовалась очень быстрая реакция на те вызовы, которые возникают. И если у бухгалтера ты по факту проводки уже все ты делаешь, то у юриста вопрос надо решать здесь и сейчас. Поэтому вопрос, когда пошел по ограничениям, необходимо своевременно оформить документы тем сотрудникам, которые должны быть в офисе по долгу работы. Каким образом вывести на дистанцию сотрудников? Это ведь тоже надо прописать. Возникла уникальная форма очно-дистанционной работы, когда в какие-то дни человек работает в офисе, а в какие-то он должен дома. Каким образом следить, ну в кавычках, контролировать специалиста на дому, что он делает, какие работы делает и насколько, возможно, у него идет переработка. Потому что из дома некоторые вещи решаются просто, физически, дольше. Даже доступ к документам, даже подготовить какие-то справки, необходимые бумаги и так далее. Ну, какие-то дополнительные действия надо предпринять, конечно. Или подключать сотрудников, которые находятся в офисе. И в результате вопросов как раз у бизнеса возникает достаточно большое количество. И специалисты нашей компании, вот практически 24 на 7, работают дистанционно, линия горячая и линия консультации у нас. Все сотрудники у нас находятся дома, но подключена IP-телефония для того, чтобы наши клиенты не ощущали вот этого перемещения специалистов, а имели полную информацию. Соответственно, чтобы все актуальные документы своевременно появлялись у юристов на рабочем столе, в электронной почте, при необходимости в чате. И поэтому, на самом деле, нагрузка на горячую линию у нас выросла на 214%. То есть стало больше запросов, а по юридическим процент от общего количества у нас в два раза больше, чем бухгалтерских вопросов. Потому что надо решать вопросы здесь и сейчас. Ну и, конечно, сейчас интересует юристов административная ответственность по масочному режиму. А также многие вопросы сейчас по сфере закупок. Жизнь не останавливается. Закупки на 21-й год у юристов-закупщиков сейчас идут в полном разгаре. Горячее такое время. Очень горячее. Ноябрь-декабрь – это время, когда необходимо провести все закупки, чтобы бизнес работал в 21-м году. И очень здорово, что на территории Вятского окрая есть уникальный проект, который реализует наша компания с органами госвласти. Когда клиент может задать вопрос нам в компанию, мы его обрабатываем и при необходимости делаем запрос в госорган. В госорган. Получаем ответ госоргана по данной ситуации. И уже можем не только на основе нормативных документов, но и точка зрения соответствующего госоргана транслировать клиенту, как же решать конкретный вопрос. Это очень огромное подспорье, которое есть для вятского бизнеса. Не на каждой территории реализованы подобные проекты. Я надеюсь, что после сегодняшнего интервью кто-то нас услышит из других субъектов, возможно, и эти вещи возьмет на заметку. Потому что это реально хорошая помощь. А госорганы готовы отвечать на подобные вопросы. Они сами заинтересованы. И это здорово. Но и реально появились многие другие цифровые вещи. О чём можно и дальше поговорить. Ну, цифровые вещи, это, конечно, замечательно, да. Хотя никто, наверное, и не предполагал, что мы настолько активно будем пользоваться скайпом, зумом в этом году, да. Наталья, вот вы просто уже тоже сказали немножечко, да, про онлайн-заседание. Скажите, пожалуйста, вот эта вот удалёнка, то, что раньше было вживую, переехала в зуму, в скайп, насколько сложно там воспринимается, да, вот психологически, как серьёзно пришлось там перестраиваться? Ну, вот я могу по себе сказать, что, думаю, работалось очень тяжело, потому что семья, дети, они всё равно в любом случае отвлекают. Отвлекающий фактор. А в принципе вот эта цифровизация, то есть возможность общения по WhatsApp, Viber, она нет. То есть как бы особенно никак не сказалось. Ну, не хватает, конечно, человеческого именно живого общения в любом случае не хватает. И история с тем, что вот это сейчас у нас становится, ну, нашим навыком таким, да, получается, трудовым. А он будет потом использоваться, как вам кажется? Мне кажется, да. Ну, когда-то же это закончится всё? То есть вот я и говорю уже, что очень удобно. Не нужно тратить время на дорогу прямо с рабочего места, мы выходим в заседание, это удобно, это как бы не лишено перспективы в любом случае. Это в любом случае поможет нам потом, да, и может быть даже будет как-то там улучшать и упрощать работу. Уброщать работу судов в том числе. В ближайшее время, и судов. Да, да. А можем ли мы, ну вот я как говорю сейчас, Мирнова обращаюсь, всё-таки подвести, там, ну, не знаю, ранжировать как-то вот те потребности бизнеса, с которыми вот за этот год обращались к юристам, представители различных фирм и организаций. Можем ли мы как-то ранжировать их по там времени, да, обращения? То есть вот если в марте, в апреле обращались с одними требованиями, там, летом, например, с другими, а сейчас с какими, да? Ну вот вы конкретно уже сказали про закупки, да, это сфера там, да? А вот можем ли мы как-то объединить эти запросы? Так, конечно, наверное, можно. Потому что есть вопросы как раз и трудового законодательства, и эти вопросы были очень актуальны в начале года, апрель-май, когда надо чётко прописать, чётко разграничить, соответственно, довести информацию до всех сотрудников и дальше работать уже в рамках существующих регламентов. Соответственно, очень важно и каким образом делать отчисления, то есть в наши фонды, соответственно, что проходит по ФСС, какие отчисления в пенсионный фонд. Тоже здесь в данном случае много вопросов было, но это уже было лето, потому что там и были праздничные дни, и были нерабочие, и каким образом правильно числить налоги, взносы, это вопрос, который также часто бухгалтера адресовали юристам. Объясни, растолкуй, как эти вещи провести, чтобы фонды тебе не предъявили каких-то санкций. Ну а сейчас основной вопрос, конечно, каким образом сохранить коллектив, то есть каким образом не получить административные штрафы за невыполнение. И вот один из таких последних вопросов, на самом деле, который был, как вести себя людям внутри одного кабинета, в масках, без масок. Вот это, кстати, очень важный вопрос, мне кажется, для любой совершенно организации, да, потому что есть же люди, которые там четко соблюдают эти правила, а есть люди, которые от этого, ну, отказываются. Это как с кондиционерами, я вот не знаю, насколько корректно это сравнение, да, но вот примерно такая же история. Реально есть полярное мнение по этому вопросу, и здесь очень важно, каким образом руководитель, руководитель выстроит работу у себя на предприятии. А это должны быть подготовлены юристам. Рекомендации какие-то. Все рекомендации для руководителя, это вносится и в трудовой договор, возможно, и в должностные инструкции о том, что необходимо выполнять определенные требования в рамках выполнения должностных обязанностей. И, соответственно, уже специалист, подписывая эти документы, должен выполнять. Соответственно, по рекомендациям Роспотребнадзора, если принимает руководитель мнение, решение, то в рамках кабинета до 5-7 человек можно находиться в безмасках при соблюдении дистанции, если нет контакта с внешней аудиторией. Если есть приходящие гости, то, соответственно, масочный режим должен соблюдаться и в рамках этого помещения. В обязательном порядке. Но это все должно быть прописано. Чтобы были у руководителя потом документы, которые можно апеллировать в случае, если вдруг сотрудники начнут сопротивляться как-то. Еще история такая. Были ли обращения, связанные все-таки с проблемами какими-то у бизнеса возникающими, вот как раз из-за этих масок, например, что пришли какие-то контролирующие органы, например, что-то предъявили, еще что-то. Или пока только на уровне консультации обращаются, чтобы профилактировать эту историю. Всегда лучше сначала разработать методики, чем потом нарываться на штрафы. Поэтому, конечно, сейчас в основные вопросы идут, каким образом это дело все прописать. Да, по нашим предприятиям Роспотребнадзор и другие государственные органы делают выходы, но здесь, так как идут серьезные рекомендации, на сегодняшний момент к нам, как решить вопрос по факту, еще не поступают. Значит, кировский бизнес, вятский бизнес соблюдают эти требования. И подготовлен хорошо. И это очень здорово. И подготовлен хорошо, да, к этой всей истории. Ну, вопросов, правда, много. Тут вот еще, я так понимаю, что в следующем году наверняка столкнутся с историей вот этих вот способов помощи государственной, кто чем пользовался. И вот эти вот все выходы там из этой помощи тоже ведь каким-то образом надо будет поддерживать предприятие в этой ситуации. Да, ну вот сложно, сложный был год, непростой. И вот в конце этого года, получается, к дню юриста, не дает отдыхать нашим кировским специалистам профессионального сообщества, да, тем, кто хорошо работал, еще решили дать нагрузку такую, да, участие в профессиональном конкурсе. Это тоже традиционная история, конкурс «Юрист-профессионал». Как его оценивает сообщество и насколько значимо для юридического сообщества эта награда? Ну, вот об истории можно даже конкурса, наверное. На самом деле, кировский конкурс «Юрист-профессионал» на территории Российской Федерации был одним из первых конкурсов. И очень здорово, что юридическое сообщество нашей области эту инициативу поддержало. Выходит распоряжение правительства Кировской области о том, что это областной конкурс профессионального мастерства. И на самом деле, награда, которую получаем по факту победы в этом конкурсе, она носит областной характер. То есть, это профессионал на уровне области. И это подтверждено распоряжением. Это на самом деле серьезная награда, которую может получить юрист. Ну, и реально, вот как юристу быть востребованным? Вот вопрос, который есть. Учимся в ВУЗе, изучаем различные юридические науки, приходим на работу, занимаемся определенной сферой деятельности. Ну, спецификация какая-то. Определенная идет направленность в юридической деятельности. А те знания, которые ты получил в институте, они никуда не делись. И вот иногда, а очень часто у юриста возникает вопрос о том, что хотелось бы эти знания показать. Ты профессионал в своей работе, но ты можешь быть и профессионалом юридической науки. И поэтому в нашем конкурсе уже не первый год восемь номинаций по различным юридическим отраслям. И, соответственно, выявляем лучшего из лучших как раз по всем направлениям юриспруденции. Здорово. Мы можем перечислить хотя бы основные какие-то, да, вот из этих номинаций. Исполнительное, гражданское, гражданское право, гражданский процесс, уголовное право, конституционное право и вот трудовое право. То есть восемь номинаций по различным направлениям. И поэтому членами жюри выступают наши ведущие эксперты как раз по конкретным направлениям. Это государственные органы и руководители этих государственных структур. Вопросы они берут как раз максимально актуальны на сегодняшний момент. И это не прописные вопросы, которые можно найти в поисковиках в интернете. Это вопросы с двойным, с тройным дном, на которое надо четко сидеть и смотреть и нормативную, и судебную. И, соответственно, еще включать для этого голову. И реально получается, что юристу включаются все шестеренки, задействуют все свои знания. И человек, который достигает высшей ступени, он является реально профессионалом. Ну, это полезная такая история. То есть встряхнуться, да. Я вот не знаю, все-таки участие в профессиональном конкурсе, это ведь дополнительная нагрузка, в том числе там и по времени, да, надо как-то выделить у себя, да, в своем графике. В своем графике. Там время и на подготовку, и на участие тоже. Но вот это важно. Я вот, Наталью, сейчас спрошу, как практикующего адвоката, да, не закисать, что называется. Мне кажется, это важно. Этот конкурс, это, во-первых, возможность нам всем юристам объединиться, да, с учетом того, что специализация разная. Секретари в судах, там, допустим, занимающиеся, да, вопросами гражданского процесса, они участвуют, в том числе, и в других номинациях. И с нами силами меряются, да, в том числе и в области, там, не знаю, уголовного права, уголовного процесса. Конечно, победа в таком конкурсе, или хотя бы победа в таком конкурсе, это, конечно же, и общественное признание, безусловно. Победа в конкурсе может обеспечить и карьерный рост, то есть работодатели тоже предвладывают. Есть такой, да? Есть. Возможность поменять, да, допустим. Или карьерный рост внутри организации. Или внутри, да. Ну и также это возможность проверить свою профессиональную компетентность, потому что нам всегда важно быть компетентными. И юрист, который не повышает свой профессиональный уровень, это уже не юрист. То есть мы учимся фактически каждый день. И для того, чтобы проверить свои знания, вот у нас есть конкурс. Сама неоднократно в нём участвовала. Знаю, что и коллеги в офисе у нас участвовали, и победителями были не один раз. Так что, в общем, это в целом позитивный конкурс. Ну вот зачем это самому надо, профессионал, там, да, юристу? Понятно. А надо руководителю мотивировать своих сотрудников участвовать в профессиональных конкурсах. И почему? Конечно, надо. Почему? Ну как, вот он от работы, тот отвлекается, в конкурсе участвует. Ну, во-первых, он отвлекается, наверное, в свободное от работы время, да, зачастую. А во-вторых, чтобы, ну, не закисать. То есть вот на самом деле юрист на предприятии сидит, пишет иски, допустим, читает договоры. Ну, в общем, такая однообразная работа. Рутина получается, да. С 8 до 5, день сурка. И каждый день, действительно, одно и то же, и правда, да. То есть фамилии меняются, там, да, название организации меняется в документах, и всё. А здесь вроде бы так встряска какая-то, да? Ну, да, да, да. Если нормативные документы у нас меняются не так часто, то судебная практика – это практически живой организм. Соответственно, она формируется определённым образом, что-то пересматривается, принимаются новые направления, и теперь уже думаем мы вот таким отличным от первого варианта образом. И вот то, что это живой организм, его надо отслеживать. И вот тот юрист с большой буквы юрист, суперюрист, он как раз и начинает свой день не только проверки нормативных документов, но и смотрит, что по его даже направлению деятельности за это время изменилось. Потому что быть, держать руку на пульсе, быть погруженным в этот вопрос – это на самом деле уникальная возможность юристов как раз и отвечать на все вызовы, которые может перед ним поставить жизнь. Жизнь и завтрашний день, получается. И так каждый день в течение всего года. О суперюристах мы, конечно же, поговорим. После небольшого перерыва сейчас у нас полторы минуты рекламы. Напоминаю, в студии нашей Игорь Смирнов, генеральный директор и консультант Киров, и Наталья Костин, руководитель уголовной практики Кировского филиала, московской коллегии адвокатов Яковлев и партнёры, члены Ассоциации юристов России. Игорь Смирнов, генеральный директор и консультант Киров, и Наталья Костин, руководитель уголовной практики Кировского филиала, московской коллегии адвокатов Яковлев и партнёры в нашей студии. Говорим о подготовке к дню юриста, который в этом году, точнее так, который по календарю отмечается 3 декабря. А в Кирове в этом году мы сейчас скажем, когда будет отмечаться и в какой форме. До перерыва мы поговорили про конкурс «Юрист-профессионал». Единственное, что я не успела спросить, когда огласят результаты в этом году. Когда? И в какой форме это будет? Итак, в этом году интрига началась. У нас день суперюриста состоится 27 ноября. Мы накануне праздника подводим итоги премии «Юрист года». Это награждение лучших из лучших наших вятских юристов. Чествование профессионалов. И подведение итогов областного конкурса «Юрист-профессионал». Это чествование молодых, амбициозных юристов, которые готовы заявлять о себе в полный голос. И вот эти две церемонии у нас пройдут 27 ноября, увы, онлайном. Ну почему увы? Мы уже на перерыве в первой части с вами говорили, что, может быть, онлайн – это такая история, которую нам очень много даст потом в наших профессиональных компетенциях. Я вот, кстати, у Натальи забыла спросить. А вот для Яковлева и партнёра этот год, и для вас лично с точки зрения достижений каких-то там, новых навыков, новых приобретений, он каким стал? Ну вот смотрите, вернёмся к конкурсу «Юрист-профессионал», «Юрист года». Мы же связаны с этой церемонией тоже традиционно много лет подряд. Мы дружим с консультантом. И, соответственно, у нас каждый год имелась возможность со сцены поздравить коллег, юристов с праздником, с Днём юриста, увидеть всех, подвести итоги уходящего года. Но вот лично для меня этот год запомнится теперь уже отсутствием очередного торжественного платья красивого. То есть на сцену уже с Игорем мы не выйдем вдвоём. К сожалению, да. И возможности лично и очно поздравить коллег тоже не будет. И обидеться не получится, к сожалению. Да, пусть онлайн-история имеет перспективу, но для меня и формат личного общения, он также важен. В целом для кировского филиала «Яковлев и партнёры», ну и для «Яковлев и партнёры» этот год был позитивным. Во-первых, «Яковлев и партнёры» в этом году 30 лет. Это круглая дата. Объём работы за период пандемии у нас он не сократился, скорее даже увеличился. В коллегии в кировском филиале у нас пополнение. Это новый адвокат или адвокатесса, как угодно. Кто любит феминитиву, пожалуйста, да, второй вариант. Екатерина Каманина и в нашу копилку оправдательных приговоров, которая уже как бы наполняется и наполняется, она принесла очередной оправдательный приговор. И наш доверитель был полностью оправдан Первомайским районным судом. Приговор был оставлен без изменений Кировским областным судом, что очень радует. То есть история практически закончилась, как я считаю. Ну и в этом году небезызвестная вам адвокат Наталья Костина была награждена медалью второй степени Федеральной палаты адвокатов за защиту прав и свобод граждан. Чем я лично благодарна Алексею Дмитриевичу Винокурову. И это большая честь для меня получить столь высокую оценку моего труда. Руководитель филиала Алексей Винокуров. Да, руководитель филиала Алексей Дмитриевич Винокуров. Вот такие вот итоги были у нас. Вот юрист-профессионал Наталья Костина. Вот он сидит уже в студии у нас здесь. Так, но все-таки вот Наталья-то такую просто печальную вообще, наверное, для женщин озвучила информацию, как же новое платье. Но все-таки вот хоть и онлайн, но куда подходить? В платье-то ведь, наверное, платье обязательно. Куда в платьях? В смокингах. Итак, давайте посмотрим на этот мир шире. На самом деле, всегда женщине должен быть повод купить новое платье. И если даже это не церемония, то, по крайней мере, ее предвестник, к тому же празднику Дню Юриста, я думаю, что можно себе сделать такой подарок. Ну а 27 числа в 14 часов начинается прямая трансляция церемонии подведения итогов премии юристу года и конкурса юрист-профессионал. Для того, чтобы нам попасть на эту церемонию, необходимо на сайте konsultantkirov.ru перейти по баннеру «Суперюрист». Пройти регистрацию и будет предоставлена ссылка на эту трансляцию. Входной билет. Абсолютно правильно. Но для того, чтобы было интересно прийти на эту церемонию и не просто смотреть и радоваться за других, то каждого, кто придет, мы удивим на этой церемонии. А чем мы будем удивлять? Сюрпризы будут. Я думаю, что всегда надо делать сюрпризы. И на самом деле мы в этом году вместо 300 юристов, которых собирали обычно в Театре кукол, на торжественную церемонию, очень хотим увидеть тысячу, а я хочу, может быть, и полторы всех кировских юристов, я приглашаю на эту церемонию. Соответственно, мы с вами узнаем... Имена победителей. Имена победителей. Имена победителей в премии «Юрист года», те, кто достоин этого названия. Мы узнаем лучших из лучших в конкурсе «Юрист-профессионал». Но мы посмотрим, и кто из юристов является счастливчиком. Потому что для пяти самых активных мы разыграем пять СПА-приглашений. А, подарки! Конечно! Подарки, да! Конечно! Очень здорово! Уж здорово! Получить не только за знание, но и за быструю коммуникацию. Поэтому пять самых активных смогут получить СПА-приглашение. Для того, чтобы получить необходимо, в рамках самой церемонии в чате ввести два магических слова, которые как раз и позволят выиграть эту... Путевку. Путевку. Так. Первое слово можно получить уже прямо сейчас. То есть, если вы сейчас регистрируетесь? Если регистрируетесь сейчас, вам приходит письмо, в котором будет уже первое слово. Оно уже есть, так. В рамках церемонии мы сообщим второе волшебное слово. Там надо присутствовать, быть внимательным. Обязательно! То есть, нельзя просто так взять это второе слово и его ввести. Ну и по определенной команде эти слова должны быть введены особым образом. И мы в чате с вами увидим, кто первые пять человек ввели правильно нужную комбинацию. Они и получат волшебный приз. Это вот сейчас внимание работодателей, пожалуйста. Если вы хотите ваших сотрудников так ударно потрудившихся в этом году поощрить как-то, да, пожалуйста, освободите им время 27 числа, да, если это сотрудники действуют, чтобы они могли внимательно наблюдать за церемонией это слово услышать, да, и быстренько его ввести и получить приз. Ну, а, соответственно, первым двухстам зарегистрируемся мы также гарантируем определенные подарки для того, чтобы не просто пять человек... Ну, полезные подарки. Полезные подарки. В работе, которые пригодятся потом. Я думаю, что да. Насколько пригодятся в работе, мы посмотрим. Но, может быть, это и для души, и для тела. Надо давать возможность в конце года юристам выдохнуть. Немножко расслабиться. Для того, чтобы с новыми силами они закончили декабрь и вошли в 21-й год. Чистая голова, ясный ум позволят нам и нашим юристам качественно отработать 20-й и появиться в 21-й. Да, тем более, что мы еще не знаем, насколько будет сложным 21-й год. Мы все, конечно, надеемся, что високосный 20-й закончится и будет полегче как-то, да, мы выдохнем. Но, вот, тем не менее, надо готовиться. Готовиться. Ну, всегда опытные люди готовятся. Наталья, а подарки какие-то от ассоциаций юристов для юристов будут? Вот я, честно говоря, не знаю. Некомпетентно ответить вам на этот вопрос. Сохраним это в интриге. Ну, хорошо, это будет сюрпризом, конечно же. У нас две недели есть для того, чтобы как раз наши юристы и внимательно слушали и смотрели церемонию. Участвовали, готовились. Да, время сейчас уже как-то свое распределяли грамотно, чтобы к 27-му числу быть готовыми. Понятно. Ну, в общем, вот, День юриста, большой праздник. Пусть это и такой, ну, как бы непростой наш 20-й год, и пусть в немножко другой форме. Конечно, очень жаль, что не получится там, может быть, и обняться, да, и друг друга поздравить лично, и обменяться там какими-то впечатлениями от этого года лично. Но онлайн-общение – это то, чем мы сейчас живем. Может быть, это то, что нам поможет потом, да, в будущем в наших профессиональных каких-то вопросах. Будем стараться, будем делать так, чтобы жизнь наша не останавливалась, чтобы люди продолжали получать профессиональные компетенции. В этом ему помогает консультант Киров. Спасибо большое. Игорь Смирнов – генеральный директор консультанта Киров, региональный информационный центр «Консультант Плюс» в Кировской области, я напоминаю. Наталья Костина – руководитель уголовной практики Кировского филиала Московской коллегии адвокатов Яковлев и партнеры. Спасибо большое нашим гостям. Еще раз напоминаем, да, 27 ноября, 27 ноября – день суперюриста, праздник, подарки, призы, наряды, профессиональное общение. Всех приглашаем. И еще раз, консультант Киров.ру, мы проходим регистрацию для того, чтобы оказаться в гуще этого торжества. Для того, чтобы праздник был у каждого, особенно у тех, кто потрудился так хорошо, как юристы в этом году. Спасибо большое нашим гостям. У нас, я знаю, что немножечко пораньше мы заканчиваем. Да, я звукорежиссера просто предупреждаю о том, что мы выходим на минутку пораньше. Спасибо. И я надеюсь, что до новых встреч. Обязательно мы в этой студии еще пересечемся. Пересечемся. Я надеюсь, что по хорошим каким-то поводам, да, будем давать советы, будем учить друг друга, будем учить коллег, будем обмениваться опытом. Спасибо. И дневной разворот на этом заканчивается. Спасибо. До свидания. До свидания. Возрастное ограничение дня суперюриста 18+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова